Раз произошел такой удар судьбы, и сейчас я на стадии преодолеть этот удар. Семь лет назад я бросила своего первого мужа. Хотя думала, что мы развязали кармические узлы, потому что я с ним поговорила, и на тот момент была избежная бизнес-леди. Я могла тогда жить в свободном любой стране мира, как я сейчас понимаю, и развивать дальше дело, которым я занималась. Я считаю, что я служила за людям, бескорыстно, честно, искренне. Ваш вопрос. Вопрос. Второй раз я вышла замуж, и сейчас, в общем, у меня, это произошло 7 месяцев назад, спасли только ваши лекции. Мне кажется, что я... Знаете, если вы думаете, что мне надо объяснять ситуацию, чтобы я ответил на вопрос, то вы ошибаетесь. Муж живет второй, он живет с другой женщиной, но не подает на развод. Он мне об этом не сказал, мне это показал он. Вопрос. У нее нет права подать на развод, у него должна еще молиться, и его ждать. Он не подает на развод, на ваш, но живет с другой женщиной. Сколько лет? 7 месяцев. Я узнала два месяца назад. Два месяца, а как так может быть? То есть он живет с вами, с ней, например? Я приехал в другую страну, якобы на заработок, и сказал, что приедет через неделю, и приеду я. К обеду не жди твой песик, да? Через полтора месяца я сама приеду в другую страну, чтобы поговорить, а он уже был в Украине. Мне пришлось бы там остаться, я не познакомилась с вашим медицином. Но на сегодняшний момент, если я учила жилье, мне снимают такие или квартиры, люди. Меня это очень отручает, я живу за чужой счет. За его счет? Нет, чужие люди совершенно. Мне снимают жилье. Нет денег у вас, нет бизнеса, да? У меня сейчас бизнес уже звонит. Все за эти годы, у меня понижена самооценка, но я думаю, что возвращаюсь к себе. Но я только хочу у вас вернуться в дело, у меня что-то происходит. Ваш вопрос. Вы рассказываете лекцию про свою жизнь, но она не нужна. Как сейчас неправильно победить свою судьбу? Победа над судьбой всегда одинаковая. То есть человек молится. Так как вы истощены физически, надо ходить, начать, потом бегать, в спортзал ходить. У вас физическое истощение, то есть у вас нет физических сил. У вас не хватает сил человеческих. То есть вам нужны подружки. Нужны отношения с женщинами. Вот вы со мной почему так сейчас разговариваете? Потому что вам нужно высказаться. То есть вам нужны отношения. Это женщинам надо высказать, а не женщинам. Вот. Я просто должен ответить на ваши вопросы. Разговаривать с вами при всех я не могу. То есть вам не хватает природы, энергии природы. Вам не хватает энергии добрых людей. И без этих сил вы не сможете побеждать судьбу. Вам нужна молитва. Молитва означает тоже изучать, как это делать. Надо учиться, молиться правильно. Это в лекциях, тренингах молитвенных есть эта информация. Вот так побеждает человек судьбу. И дальше ставить сроку, сроки как бы своему мужу, сроки ставить. Сколько вы его ждете? И у вас в процессе... Среди. Я говорю, сколько вы будете ждать? Надо вы же возвращаете человека, будете. Вот. И вы ставите срок и просто молитесь. И сначала почувствуете спокойствие в сердце. Первая стадия победы над судьбой. Потом дальше у вас появляется способность с ним разговаривать спокойно, как с другом. И он тоже чувствует, что ему нравится с вами поговорить. На следующей стадии у него просыпается совесть. И если когда все эти стадии... А у вас лёгкость в сердце появляется. Это вас тоже касается. И если когда все эти стадии прошли, и он при этом не хочет возвращаться, то тогда Бог вам даст другого. То есть путь есть только один, в сторону семьи. Ну, то есть, если вы не будете этот путь проходить сейчас, как я вам сказал, то будете долго одна. Олег Илья Владимирович, а если мне кажется, что... Ну, я могу с ним спокойно говорить, но он не хочет встречаться и разговаривать. Я перед вами, Валерий Наташ, а с ним... Понимаете, это всё равно, что сказать, что я могу поесть, но у меня непроходимость пищевода. Ну, так-то я могу поесть, но вот пища, пищеводник не проходит. Я могу встретиться, он убегает. Понимаете, есть отношения между вами. Ну, допустим, вы можете поговорить с ним, но он не может. Значит, ниточка между вами загрязнена. То есть нужна молитва, чтобы очистить эту ниточку. И тогда он захочет с вами уже говорить. Потому что он находится под контролем вашей судьбы. Вот в вашей судьбе было положено, чтобы вас бросили. Вас бросили. По вашей судьбе было положено, чтобы вы потеряете работу. И вы её потеряли. Зачем это всё надо? Для того, чтобы вы развивались. Вот когда разовьётесь, получите и работу, и мужа. Какого, пока непонятно. Вы сдаёте экзамен. Может этого, может другого. Но если вы пойдёте этим путём, вы получите в своей жизни всё, что нужно получить. Потому что человек страдает только из-за того, что он неправильно живёт. Всё, больше нет причин. Но к страданиям всегда присовокупляется период жизни. Вот, допустим, два года примерно назад начался период, когда вы потеряли работу. Ну, плохой период начался. А плохой период, связанный с семейной жизнью, начался через год после этого. Понимаете? Ну, то есть год назад примерно. Ну, вот и всё. То есть вот так строит судьба. Когда пройдёт плохой период, где-то ещё через месяцев 7-8, начнёт всё налаживаться. Но за это время вы должны сдать экзамен. Если вы не сдали экзамены свои, значит, будет так же продолжаться всё плохо. Ну, то есть цель плохого периода – это не то, что переждать его. Нужно трудиться комплексно над своей жизнью. Это физическая активность на природе, это отношения с людьми и молитва. Вот три направления, которые человек должен включать для того, чтобы у него всё наладилось. Ну, и, соответственно, надо так же учиться просить прощения, прощать людей. Если ты не простила кого-то, допустим, то ничего не будет получаться. Хоть ты там всё правильно делаешь, не имеет значения. Ну, то есть вот эти все вещи надо понимать. Изучайте всё. Спасибо. Теперь давайте так. Вот вы что от меня хотите-то? Не надо отвечать, я вам сам скажу. Вы от меня хотите поддержки. Чтобы Олег Геннадьевич сказал, что… Как вас зовут? Светлана. Светлана. У вас всё будет хорошо. Я хочу что-то делать, у меня не получается. Вот я же вам сказал, Светлана, всё будет хорошо, Светлана. Скажите, пожалуйста, тогда, почему, зная, что всю жизнь решает молитва, я не могу помочь своей сестре, остаться в этой линии. Это произошло 26 декабря, я не прочувствовала, что нужна моя помощь. Я тогда уже… Ну, чтобы прочувствовать, что нужна ваша помощь, вы должны молитвой сначала победить свою судьбу. У вас в сердце должно быть полное спокойствие. Ощущение будущего, что нужно кому-то помогать, это идёт из будущего информация, она должна пройти через настоящее. То есть, если вы в настоящем всё сделали, молитвой очистили своё сердце полностью, тогда вы можете видеть будущее, предчувствовать проблемы с родственниками, проблемы с окружающими людьми, с собой. Но если вы не можете справиться даже с настоящим, то вы будущего никогда не почувствуете. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok